Добро пожаловать в Уфу на одноименную арену на традиционный предсезонный турнир, который проводится в столице Башкортостана еще с прошлого тысячелетия, с 1999 года. Сохранили Хмелевского с прошлого сезона, и это большое подспорье. Ну и что касается атаки, конечно, Александр Шаров. За ним прям будет очень любопытно понаблюдать в текущем сезоне, продолжится ли его вертикальный взлет на новом месте, сумеет ли он себя показать. Это, конечно, интриги. Потому что для них, конечно, нет разницы. На первенство водокачки играть против Спартака или в финале какого-либо турнира, например, это матче одинаково принципиально и всегда в любой ситуации. Ну что, довели дело до броска. Уилла вывели на атаку, но Самонов очень надежно сыграл. Такую очень аккуратную передачу, конечно, придумывал Анна Хмелевского. Но она не дошла. И более того, Кольтова-то нет. И на контратаке динамовцы просто хрестоматийно наказывают Никита Кусев. Но ему только дай. Да, на пятак и в упорт Раздов. Пытался спрашивать Моторыгина. А вот моментище. Но смотрите-ка, Пеменов, казалось, получает идеальную возможность для того, чтобы счет сравнять. И насколько хладнокровно Моторыгин просто берет и выхватывает шайбу из воздуха. Миронов. В две передачи пролетели динамовцы. Среднюю зону, а дальше бросок Никита Кусева. Лазерный по точности и 2-0. Но вот, друзья, это то самое мастерство. Вот Лещенко исправляется Моторыгин. Шага опять там лежит, как в это время. Сказан, это катакейк все-таки берут. У Финцы свое очередной отраженный бросок. В защитнике партнер не помогли. Ихмелевский на пятаке. То, о чем мы говорим, в первом периоде оказывается самым расторопным. Шайба у динамцев бросок поворотом. Это гол! Это гол! Не поверил режиссер трансляции, что с таким прямым броском от синей линии не справится. Самонов. Но, однако же, это произошло. 4,5 минуты до конца второго периода. Гроздов убирает скорость. В течение Панина готовит бросок. Книзом парирует Моторыгин. И на этот раз удается ему и с добиванием справится момент. Опаснейший возникает у динамцевских ворот. Но Моторгин выше всяких похвалов. Гусев в своем офисе. Откуда он может раздавать подкидки до посинения. А может вот так рассечь всю оборону соперника с Ролландо хлыстом. И Уилл уже тут нужно было просто исполнить. Что и сделал. Вот и первый динамский гол в большинстве. Так, еще момент. И это гол. Егор Сучков. Которому досталось в втором периоде. По лицу. И здесь. Оказывает, что... Да ничего страшного. Просто прицел мне поправили. Собственно, все началось вот с этого момента. Когда не идеально, на мой взгляд, Александр Комаров атаковал Юсего. Дальше Тимкин и Седрик Пакет в ступени выяснения отношений. Ну а потом, собственно, да, Комаров не стал останавливаться на достигнутом еще одного авторитетного человека. Капитана Динамо Миродову решил повоспитывать. Минуту. Еще пятером против троих будут играть динамовцы. Да нет, еще поиграет, потому что еще один. Грязный силовой прием против Гусева. И Василевский с пакетом тут уже собирается зацепиться капитально. Седрик ни на чем таком не настаивает. Но тут уже вынужден, призывая его, принимать вызов. Алексей Василевского тут даром, что не выдающихся габаритов. Тем не менее, такой очень волевой каблуков. Минута Хмельевского на точке. И это вбрасывание выиграл, но все. Звучит сирена. И основное время этого матча заканчивается за счетом 4-2. В пользу московского Динамо вдохновенная игра Никиты Гусева дала разницу между соперниками в этой встрече.